Данный сюжет выходит в рамках проекта «Здоровый образ жизни – это норма». В Фокино продолжается первенство городского округа по мини-футболу. Завершился первый круг турнира, когда противники сыграли матчи каждый с каждым. Уже определились лидеры и аутсайдеры футбольного сезона 2016. О промежуточных итогах спортивных соревнований наш следующий материал. Общегородское футбольное первенство по мини-футболу стартовало в прошлом году по инициативе администрации Фокина и руководства городского стадиона «Восход». Опыт оказался настолько успешным, что соревнования стали традиционными. В этом году в розыгрыше комплектов наград и главного кубка турнира принимают участие 9 команд. Это любительские сборные и представители воинских частей, дислоцированных на территории городского округа. Турнир у нас, во-первых, проходит второй год подряд. Называется он «Ночная футбольная лига». Проходит он у нас с середины мая и будет продолжаться до середины октября. Порядка 72 игр будет сыграна за это время. Привлечены к этому турниру, принимают участие 9 команд, 3 из которых команды – это военнослужащие, и остальные 6 команд – это наша спортивная школа и жители нашего города. На настоящий момент уже состоялись 36 матчей. Каждая из команд-участниц встретилась на поле с каждым из противников. Соперники смогли присмотреться друг к другу, оценить свои силы и возможности конкурентов. К завершению первого круга уже определились и лидеры, и аутсайдеры первенства. На сегодняшний день лидирует у нас команда «Лазарев», которая была победителем прошлогоднего турнира. Ну и вслед за ней идут две команды. Это команда поселка Дунай. В этом году у них очень хороший состав, хорошо показывают игру. И вечная наша команда ветеранов – это команда «Бомжевик». Наравне со взрослыми командами в турнире участвуют две юношеские сборные, представляющие детско-юношескую спортивную школу Фокина. Тренер-преподаватель отделения футбола Сергей Матюхин считает, что игра с опытными мастерами идет ребятам на пользу. В этом году я решил выставить две команды юношей. Постаршие ребята – 10-й, 11-й класс и 8-й, 9-й класс. Ребята играют, 7-й класс играют, первенства. Ну это для того, чтобы они почувствовали вкус таких соревнований, масштабных, городских, где участвуют взрослые. И в дальнейшем это им поможет в выступлениях на уровне краевых соревнований со своими сверстниками. Вместе с нынешними воспитанниками Сергея Ивановича на поле выходят и выпускники спортивной школы. Во время летних каникул студенты приезжают в родной город к родителям и, конечно, не упускают возможность принять участие в футбольных баталиях. Илья Зотов – студент третьего курса военно-морского училища имени Макарова. Однако в свое время стоял перед выбором – продолжить спортивную карьеру или стать военным моряком. Решил продолжить семейную военную династию, но к футболу по-прежнему неравнодушен. Футбол для меня сейчас стал хобби. Люблю, как всегда. Ну вот сейчас в этом отпуске нахожусь и приехал помочь, как говорится, маленьким воспитанникам школы футбола «Фокинского», «Восход». Ну не знаю, вроде получается, но все равно они как бы еще маленькие. Тяжело, конечно, но все равно стараемся, добиваемся каких-то высот. Матч юношеской сборной «Дю США» «Восход» и команды «Фокина Телеком» стал совершающим в первой серии игр первенства городского округа по мини-футболу. Игра проходила в хорошем темпе с большим количеством голевых моментов. Зрители, собравшиеся в этот день на мини-стадионе 251-й школы, не были разочарованы. Счет на пятой минуте первого тайма открыли юноши команды «Дю США». Молодежь активно атаковала ворота мастеров, однако опыт на этот раз оказался важнее азарта и напора. Матч завершился со счетом 7-2 в пользу команды «Фокина Телеком». Впрочем, в таком случае всегда вспоминается фраза, что главное не победа, а участие. Цель турнира однозначно другая. Во-первых, это популяризация мини-футбола. У нас даже в стране есть программы мини-футбол школы и мини-футбол высшеучебных заведений. Поэтому, в первую очередь, это только популяризация и привлечение детей из-под воротин, чтобы праздники не шатались, участвовали, смотрели, принимали участие активно. После завершения серии матчей первого круга спортсмены уйдут в двухнедельный отпуск, после чего городской турнир по мини-футболу продолжится. Финальные игры первенства состоятся в середине октября, когда и определятся победители футбольного сезона 2016. Призёры и участников наградят медалями и дипломами, особо отличившихся игроков отметят специальными призами. Субтитры создавал DimaTorzok